Тема номер три называется «Межсимвольная интерференция». Русская аббревиатура MSI, английский термин Inter-Symbol Interference, ISI – аббревиатура соответствующая. Что это такое и почему мы целую тему на это отводим? В теме номер два, про линейную модуляцию, когда мы говорили, мы с вами вводили условия отсутствия этой самой «Межсимвольной интерференции». Мы вводили условия, накладываемые на форму сигнальной посылки, при котором символы при приеме не мешают друг другу. Межсимвольной интерференции не возникает. Но на практике у нас, к сожалению, есть канал связи, в котором ничего хорошего с сигналом никогда не происходит. И мы здесь должны заметить следующее. Канал связи в линейном приближении, если мы игнорируем нелинейные эффекты какие-то в нем, канал связи является фильтром с какими-то характеристиками временными и частотными. И когда мы говорим про АБГШ-канал, мы подразумеваем, что не происходит в этом канале искажений формы сигнала. То есть все, что с сигналом при этом имеет право происходить, это задержка по времени и изменение уровня сигнала. То есть задержка и умножение на константу. У такого фильтра с такими характеристиками, у него АЧХ является константой, на всех частотах одинаковая АЧХ. Фазочастотная характеристика является линейной функцией частоты в соответствии со свойствами преобразования Фурье, которые касаются задержки сигнала. Импульсная характеристика такого неискажающего канала является дельта-функцией в соответствующей точке на временной оси расположенной. Так вот, в реальном канале все эти свойства оказываются нарушенными. АЧХ не будет константой. Фазочастотная характеристика тоже не будет линейной зависимостью от частоты. И во временной области импульсная характеристика этого канального фильтра не будет дельта-функцией. Вследствие этого символы, передаваемые сигналы, соответствующие отдельным символам, как-то расплываются по времени и наползают при приеме друг на друга. Из-за чего то условие, ради которого мы так тщательно выбирали форму сигнальной посылки, оказывается нарушенным. И возникает межсимвольная интерференция. А вот о том, что с этим делать и как с этим борются, точнее не борются, а как в этих условиях сигнал принимают, мы в этой третьей теме с вами и поговорим. Перерыв. Итак, межсимвольная интерференция возникает из-за искажений формы сигнала в канале связи. Теперь откуда эти искажения берутся? Мы рассматриваем традиционно два варианта среды передачи. Это либо радиоканал, либо проводной канал связи в нашем курсе. Что касается радиоканала. В радиоканале основной причиной возникновения межсимвольной интерференции является многоучивое распространение радиовол. От передатчика к приемнику сигнал может попадать разными путями, отражаясь от разных объектов. Эти пути имеют разную длину, вследствие чего сигнал, приходящий на приемную антенну по этим путям, приобретает разные задержки. И, кроме того, коэффициент передачи вдоль этих путей тоже может быть разным из-за разной их длины, из-за разных свойств отражающих поверхностей по дороге и так далее. Таким образом, сигнал на приемнике оказывается суперпозицией сдвинутых копий переданного сигнала с разными задержками и разными коэффициентами затухания. Это причина возникновения межсимвольной интерференции в радиоканале. Что касается проводного канала связи. Здесь причины – это свойства самой проводной линии. Во-первых, сам по себе проводной канал связи имеет некую частотную характеристику фильтра нижних частот. Его коэффициент передачи неизбежно затухает с частотой. На нижних графиках нам показаны частотные характеристики, взятые из реального стандарта. Одно из проводных систем – это условия тестирования модели каналов из стандарта ВДСЛ. Левая картинка – здесь плавное затухание. Просто с частотой падает коэффициент передачи канала. Более сложная ситуация на правом графике, где показаны еще три варианта канала. Как видите, там сильно изрезанная частотная характеристика. Такого рода частотные характеристики в проводных каналах возникают из-за неоднородностей и подключения к ним каких-то параллельных отрезков, какие-то разветвления. Например, телефонная линия разветвляется где-то на два параллельных телефона. С точки зрения распространения волн в этой линии возникают неоднородности, возникают отражения от всех этих неоднородностей, от несогласованных нагрузок. В результате мы имеем изрезанную частотную характеристику. То есть это характерно для канавов с какими-то отводами. И эти частотные характеристики в проводных каналах могут иметь весьма причудливую форму. И при использовании широкополосных сигналов в полосе сигнала коэффициент передачи канала может меняться в широких пределах. Условия с точки зрения межсимульной интерференции могут в проводном канале оказываться весьма сложными. Канал связи с межсимвольной интерференцией и аддитивным белым гауссовым шумом мы можем представить все следующим образом. Здесь и вообще в этой теме мы подразумеваем только линейную модуляцию. Для частотной эффекта межсимвольной интерференции мы не рассматриваем в нашем курсе. Итак, сигнал с линейной модуляцией. Можно представить формирование его следующим образом. На вход этой схемы поступают символы АКТ, то есть значения из сигнального созвездия выбранные. Первый блок – это блок повышения частоты дискретизации сигнала. В лабораторных работах этот символ видите в моделях символинковских. В результате формируется сигнал, по сути дела, из дельта-функций, состоящий с множителями при этих дельта-функциях, равных символам АКТ. Дальше мы пропускаем этот сигнал через формирующий фильтр, импульсная характеристика которого – это сигнальная посылка G от Т. В результате получаем на выходе сигнал аналоговый, сигнал непрерывного времени с линейной модуляцией. Дальше этот сигнал проходит через канал связи. Мы, говоря о межсимульной интерференции, моделируем этот канал как некий линейный стационарный фильтр с какой-то импульсной характеристикой АШТ, импульсной характеристикой канала связи. После этого к нему добавляется белый шум. Обратите внимание, после, потому что основным источником возникновения шума является приемник. Поэтому сначала искажение в канале связи, после этого добавление шум. Поэтому шум остается белым. Если бы мы шум добавляли до того, то он бы прошел через канальный фильтр и белым быть уже перестал. В приемнике у нас согласованный фильтр с сигнальной посылкой. Договорились его импульсную характеристику обозначать как G от минус T. Получаем некий сигнал Y, в котором выбирается один отсчет на символ. Отсчеты с шагом в символьный интервал T большое. Получаем значение Y от момента времени T ката. И эта дискретная последовательность дальше обрабатывается. На этой схеме мы можем выделить канал непрерывного времени. Внутренняя часть, описывающая то, что происходит с аналоговым сигналом. Это свертка с импульсной характеристикой канала связи. Свертка аналоговых функций. И добавление аналогового белого шума. А вот между крайними точками этой схемы мы имеем канал дискретного времени. На входе последовательность символов АКТ, то есть последовательность точек из сигнального созвездия. А на выходе последовательность как-то искаженных этих точек. Искаженных не только шумом, но и с возникшей межсимвольной интерференцией из-за наличия импульсной характеристики канала связи. Как связаны друг с другом вход и выход дискретного времени на этой схеме? Давайте посмотрим. Сигнал С от Т. Это обычная модель сигнала с линейной модуляцией. Сумма пока АКТ на Ж от Т минус КТ. После прохождения через канальный фильтр мы подвергаем этот сигнал свертке с импульсной характеристикой канала. То есть вот если обозначить, здесь такого обозначения на схеме нет, после канального фильтра сигналов, я его обозначу как S с индексом H. Свертка операция линейная, поэтому сохранится линейная структура этой суммы и коэффициенты АКТ, и свертке подвергнутся только сигнальные посылки. Я эти модифицированные сигнальные посылки обозначу как G с индексом H. Ведь G с индексом H это свертка G от Т с импульсной характеристикой канала. G от Т штрих на H от Т минус Т штрих по Т штрих интегрируем. Это сигнальная посылка, искаженная каналом. Дальше добавляется шум, и мы получаем принятый сигнал. Не буду переписывать эту структуру суммы. Это SH плюс N от Т. Это то, что поступает на вход согласованного фильтра. Фильтра согласованного сигнальной посылкой. Дальше. Y от Т это выход согласованного фильтра. Выход согласованного фильтра. На входе две составляющих. Полезный сигнал, в котором вклады от символов умножены на свертку сигнальной посылки и импульсной характеристикой канала. И дальше мы это в согласованном фильтре сворачиваем еще с его импульсной характеристикой. Фильтр согласован с сигнальной посылкой. Свертка, операция и коммутативная, и ассоативная. То есть мы свертку этих трех функций в итоге можем выполнять в любом порядке. Поэтому мы можем сказать, что свертка сигнальной посылки с импульсной характеристикой согласованного фильтра дает, как и положено, корреляционную функцию сигнальной посылки. И вот уже ее мы сворачиваем с импульсной характеристикой канала, получается. То есть Y от Т будет представлять собой сумму по символам, а КТ умножить на B, не G уже, а BGH от Т минус КТ. Значит, B с индексом GH – это свертка корреляционной функции сигнальной посылки с импульсной характеристикой канала. И шумовое. Слагаемое здесь остается, оно не меняется, на него межсимульная интерференция никак не влияет. Так, не аж. Поскольку импульсная характеристика согласованного фильтра – это перевернутая по времени сигнальная посылка, то здесь свертка превращается в корреляцию с сигнальной посылкой. А что есть в BG? BG, согласно обозначениям, которые были в теме про линейную модуляцию, корреляционная функция сигнальной посылки. Там у нас оно использовалось. Второй раз переписывать еще лишний раз не буду. Где? Это шумовая составляющая. Здесь свертка превратилась в взаимную корреляцию, поскольку импульсная характеристика – это G от минус Т. Здесь свертка с импульсной характеристикой согласованного фильтра, поэтому получилась корреляционная функция – взаимная корреляция с сигнальной посылкой. Придется, вероятно, написать. Так, BGH есть. Это Это непрерывный сигнал перед взятием отчетов, одного отчета на символ. И дальше мы его дискретизируем. Берем отчеты в моменты времени, кратные символному интервалу t. Здесь обозначение k у меня использовано здесь, поэтому здесь я n использую. Вот что получается после дискретизации. И теперь мы видим, что первая сумма – это дискретная свертка последовательности символов с некой дискретной последовательностью, которая представляет собой дискретизированную версию, искаженной каналом корреляционной функции сигнальной посылки. То есть это эквивалентная дискретная импульсная характеристика канала. Мы можем обозначить эту функцию как h с индексом n-k. Это дискретная импульсная характеристика эквивалентного дискретного канала. Ну а этот интеграл шумовой дает нам дискретный отсчет шума после согласованного фильтра, который мы обозначим как n с индексом, ну n в данном случае. В итоге получается эквивалентная дискретная модель канала с межсимбольной интерференцией и аддитивным белым гауссовым шумом. Принятые отчеты после согласованного фильтра – это дискретная свертка исходных символов с эквивалентной дискретно-импульсной характеристикой канала и плюс дискретные отчеты дискретного уже белого гауссового шума. Это дискретная модель между начальной и конечной точками на предыдущей схеме. Там где-то несогласованность записи этих формул. С учетом того, что свертка – операция коммутативная, у какой из этих дискретных последовательностей мы напишем индекс m, а у какой k-m, это благодаря коммутативности свертки неважно. Таким образом, в каждый момент времени наблюдаемый на приемной стороне сигнал зависит от нескольких передаваемых символов. Это определяется длиной, число этих символов определяется длиной и дискретной импульсной характеристики канала. Таким образом, данный сигнал представляет собой сигнал с памятью и оптимальный по критерию максимума правдоподобия алгоритм его приема тоже означает максимально правдоподобную оценку последовательности. Здесь все оказывается аналогично тому, про что только что говорили, применительно к сигналу с чьим с непрерывной фазой. Мы должны найти последовательность символов, которая, будучи пропущена через канал связи с дискретной, известной нам импульсной характеристикой, даст сигнал на минимальном евклидовом расстоянии от принятого. Вот математически записанный этот критерий качества. Мы суммируем по символам по наблюдаемым квадраты модулей разностей между принятым сигналом РКТ и возможными значениями сигнала. Это некая последовательность символов АКТ, пропущенная через фильтр с дискретной импульсной характеристикой АЖ. Суммируем квадраты разностей, то есть получаем квадрат евклидового расстояния между принятым сигналом Р и последовательностью символов А. И нам нужно подобрать такую последовательность символов, которая даст минимальное евклидовое расстояние до этого сигнала, до принятого сигнала. Благодаря тому, что на каждом такте у нас может передаваться лишь конечное число вариантов символа, а именно М большое мы обозначаем это количество вариантов символа, то здесь мы тоже можем построить решетку возможных переходов и использовать алгоритм Виттерби для реализации вот этого перебора, для реализации поиска минимума по всем возможным последовательностям символов. Основные положения заключаются в следующем, что в каждый момент наблюдаемый нами полезный сигнал зависит от L большого переданных символов. Здесь L большое – это длина импульсной характеристики канала. Если у нас нет межсимволной интерференции, то длина этой характеристики будет равна единице, дискретная дельта-функция, и мы наблюдаем сигнал, который в каждый момент зависит от одного символа. Если импульсная характеристика представляет собой два отсчета, то мы наблюдаем сигнал, который в каждый момент зависит от двух символов. Если M большое, как обычно, это размер созвездия, то получается, что количество вариантов полезного сигнала, наблюдаемого нами в каждый момент на каждом символе, это M большое в степени L большое. Нам важно, что это число конечно. Дальше. Не любые значения из этого множества, из этих M в степени L значений могут следовать друг за другом, поскольку когда мы переходим от одного наблюдаемого отсчета к следующему, то для следующего значения есть только M большое вариантов, потому что те L символов, от которых зависит текущий отсчет, и следующий, эти наборы из L символов, они на L минус один символ перекрываются. То есть в значительной степени эти символы те же самые. В результате мы можем сформировать таблицу возможных значений сигнала и решетку возможных переходов между этими значениями. Простой пример. Это бинарная модуляция, FM2 фактически созвездие представляет собой две точки плюс-минус единица, и рассмотрим тоже коротенькую, простую импульсную характеристику из двух отсчетов единица и минус 0,9. То есть полезный сигнал с межсимволной интерференцией записывается как R-катая, есть текущий символ А-катая с коэффициентом 1 и предыдущий с коэффициентом минус 0,9. А-катая минус 0,9 А-к минус 1. Это полезный сигнал. В данном случае два значения у символа и наблюдаемый сигнал в каждый момент зависит от двух символов, поэтому получаем четыре возможных значения. Они здесь представлены в таблице. Если и предыдущий символ и текущий были плюс 1, то мы получим наблюдаемое значение плюс 0,1. Если предыдущий был плюс 1, текущий минус 1, наблюдаем значение минус 1,9 и так далее. Четыре варианта плюс-минус 0,1 и плюс-минус 1,9. Четыре возможных значения. Как я сказал чуть раньше, не любые из них могут следовать друг за другом. Например, после значения плюс 1 могут идти следующим номером только два варианта. Какие? Это следует из того, того, что на следующем такте символ, который текущий у нас сейчас, станет предыдущим. То есть на следующем такте мы будем иметь только два возможных варианта, у которых предыдущий символ равен плюс 1. То есть две верхних строки в этой таблице и два значения плюс 1 и минус 1,9. А вот плюс 1,9 и минус 1 после этого значения плюс 0,1 идти никак не могут в сигнале. это нам позволяет нарисовать решетку переходов с возможными значениями сигнала, соответствующими этим переходам. решетка вертикальные линии справа и слева вертикальные ряды кружочков соответствуют предыдущему и текущему символам два соседних символа на стрелках возможных переходов между этими состояниями подписаны значения сигнала, которые при этом формируются. верхняя стрелка предыдущий символ плюс 1 следующий тоже плюс 1 сигнал, который соответствует такой паре это плюс 0,1 и так далее. И из таких звеньев мы строим длинную решетку, по которой ищем кратчайший путь. Здесь мы минимизируем евклидовое расстояние, поэтому здесь ищется минимум как в абстрактном варианте алгоритма Витербе, который мы рассматривали в первой теме. Итак, города в данном случае это возможные комбинации предыдущих символов, в этом примере эта комбинация всего из одного символа состоит. Дороги это возможные символы сообщения, то есть из каждого состояния выходит две возможных дороги, это означает, что следующий символ был равен плюс один либо минус один. В более общем случае у нас m в степени l-1 состояний из каждого состояния выходит m большого возможных переходов. Картинка получается имеющая какой-то такой вид. m в степени l-1 это все возможные комбинации предыдущих символов предыдущих, то есть от a с номером k минус m плюс 1 и до a k минус первого. Ведут эти переходы в набор состояний, который будет сдвинут на единичку. л-1 л-1 здесь ведет m переходов в соответствии с значением этого нового символа. Отличаются эти стрелочки разными значениями Акатова. Расстояние. Расстояние это квадраты модуля разности между сигналом, который на вот этом такте был принят зашумленным и теми возможными значениями, которые он здесь может принимать. Суммируя все это по времени, мы получим постепенно кратчайший путь. Вот теперь давайте обратимся к той раздатке, которая вам роздана. Сейчас я небольшой кусочек ее начальной воспроизведу здесь и поясню те расчеты, которые в нем выполняются. В учебном пособии это тоже относительно подробно расписано. Не знаю, может быть, даже стоит зажечь свет. Сейчас на доске будет. Итак, вот наша схема переходов. Сверху первая строчка это символы сигнала информационного окаты плюс один минус один плюс один минус один два раза плюс один. Больше я вряд ли успею расписать сигналов в канале связи. полезный АКТ минус ноль девять АК минус первая. здесь никакого предыдущего состояния мы не предполагаем, то есть предполагается, что начальное состояние этого фильтра нулевое, поэтому первое значение, которое здесь будет, оно не укладывается в тот набор из четырех возможных значений, которые были записаны. единица предполагаем внутреннее состояние равным нулю. Дальше минус один минус ноль девять умножить на один минус одна целая девять десятых плюс один плюс еще один и девять плюс одна целая девять десятых дальше снова минус один и девять плюс один и девять ноль плюс ноль один и так далее. Отчеты шума ноль три ровно ноль здесь получилось ноль четыре выброс большой один и два ноль три ноль смесь сигнала с шумом с катая плюс н катая один и три минус один и девять два и три минус ноль семь два и два ноль один в явном виде положительные знаки тоже изображу шум на этом кусочке однополярным как-то получился ну дальше отрицательные значения в более длинном фрагменте тоже встречаются дальше в вашей раздатке приведена следующая строчка которая подписана как попытка восстановить сигнал путем инвертирования канала мы применяем рекурсивный фильтр который имеет обратную структуру обратную функцию передачи по отношению к фильтру канальному и пытаемся полностью инвертировать полностью обратить его влияние приведены полученные значения по знаку этих значений мы пытаемся принимать решение о том плюс единица или минус единица была передана и как видите в этом примере получается 6 ошибок на протяжении сигнала рассматриваемого давайте посмотрим как реализуется алгоритм витербе в данном случае так у нас есть пары состояний я их подпишу вот здесь как так потише пожалуйста а к минус первая а кт просто как комбинации знаков плюс плюс минус плюс плюс минус 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 мне нужна эта табличка значений сигналов под рукой итак плюс плюс дает нам плюс 0 1 минус плюс дает плюс плюс 1 и 9 минус 1 и 9 получаем здесь минус 0 1 получаем здесь это возможное значение сигнала и давайте изображать изображать решетку у нас два состояния их просто как знаки изображу и и и теперь смотрим И что будет получаться с евклидовыми расстояниями между тем, что мы приняли, а приняли мы в этот момент первый отсчет равный 1,3, что будет получаться с расстояниями до возможных вариантов. Итак, верхняя стрелочка 0,1, 1,3 минус 0,1 в квадрате, 1,2 в квадрате, 1,44. Исходные здесь расстояния пока равны нулю, прибавлять нам еще, суммировать еще нечего пока. Дальше. Стрелочка из минуса в плюс, соответствует значению плюс 1,9. 1,3 минус 1,9 в квадрате, получается 0,6 в квадрате, 0,36. И я напоминаю сущность алгоритма Ветербе. Мы должны сравнить накопленные расстояния, в данном случае суммы квадратов по всем предыдущим тактам, и выбрать вариант, который лучше, потому что только он может стать частью итогового оптимального решения. Поэтому данный путь должен погибнуть, поскольку нижний дал меньшее расстояние. Этот путь является выжившим. Но у нас еще есть два. Вдоль нижней стрелочки там минус 0,1, 1,3 минус минус 0,1 в квадрате, 1,4 в квадрате, получаем 1,96. Здесь минус 1,9, 1,3 минус минус 1,9 в квадрате, здесь вообще понятно, что много, 3,2 получается разность, 3,2 в квадрате, 10,24. Видно, что из этих двух вариантов, это явно плохой вариант, нижний вариант оказывается выжившим, он в данном случае несколько лучше. И у нас появились накопленные теперь расстояния 1,44 и тут 1,96. Дальше, следующий такт. Все аналогично, только теперь не просто квадрат разности, а нужно еще и учесть предыдущее значение, которое уже накопилось. Итак, минус 1,9, минус 1,9, минус 0,1 в квадрате, плюс 1,44, которые уже были. Получается минус 2, минус… Почему 1,44? Наш 0,36. Ой, спасибо. Да, я смотрю, что значение у меня не совпадает с тем, что записано. Да, разумеется, 0,36. Выбранное. Так. Плюс 0,36. Минус 2 в квадрате 4, получаем 4,36. По нижнему варианту значение 1,9, минус 1,9, минус 1,9 в квадрате, плюс здесь было 1,96. Понятно, что получится много, да, 3,8 в квадрате, 14,44, еще 1,96, 16,4, десятых. Значит, понятно, что этот вариант неинтересный. С верхним состоянием получилось вот так. Дальше, с нижним, минус 0,1, минус 1,9, минус минус 0,1, плюс 1,96. Минус 1,8 в квадрате, 3,24, плюс 1,96, 5,2. И здесь. А вот здесь у нас получается нулевая разница. Минус 1,9, минус минус 1,9 в квадрате, плюс 0,36. Добавки никакой не получаем. Получается здесь 0,36. Верхний путь выживает. 0,36 его метрика. Ну, еще один такт посмотрим, потому что я думаю, что принцип оказывается уже ясен. Значение плюс 2,3. Верхний переход 2,3 минус 0,1. В квадрате плюс 4,36. 2,2 в квадрате, 4,84, плюс 4,36, 9,2. Из нижнего состояния плюс 1,9, то есть 2,3 минус 1,9. 0,4 в квадрате плюс 0,36, которые были здесь. 0,4 в квадрате, 0,16, плюс 0,36, 0,52. Ну, вырисовывается уже. Понятно, что нижний путь мы выбираем. 0,52. Здесь накопленный квадрат расстояния к этому моменту. Теперь внизу 2,3 минус минус 0,1 в квадрате плюс 0,36. 2,4 в квадрате плюс 0,36. 6,12 получается. По верхнему переходу 2,3 минус минус 1,9 в квадрате плюс 4,36. Ну, даже можно не считать, видно, что много. 4,36 плюс 17, 64, получается 22 ровно. То есть верхний вариант совсем плохой, нижний тоже не радует, но он лучше формально. Вот три первых такта. Дальше продолжается все в том же духе. То есть каждый раз мы вычисляем квадраты разностей между принятым сигналом и возможными значениями по этим четырем переходам. прибавляем эти квадраты разностей к тем накопленным квадратам евклидового расстояния для соответствующих состояний, которые у нас были, и выбираем наилучший вариант. Один из путей при этом погибает, второй остается выжившим. В конце мы просматриваем то, что у нас осталось выбранным, просматриваем справа налево, и таким образом получаем последовательность символов плюс или минус единицы, которые соответствуют выжившему пути. Вот так это реализуется. Понятно, что просматривать всю решетку на практике не всегда практично. Ведь если у нас блок какого-то конкретного размера, то да, мы можем его весь принять, сохранить это все в памяти, и потом просмотреть справа налево переходы и принять решение о целом блоке. Если блоковая передача, это возможно. Но есть системы, в которых непрерывно передается информация, и нам нужно решение выдавать по ходу ее приема с какой-то фиксированной задержкой. Такой вариант тоже есть. Считается, что достаточной задержкой является длина импульсной характеристики, умноженная на 5. То есть в данном случае где-то задержки в 10 тактов нам достаточно для того, чтобы выдавать решение. Ну и вообще, если мы посмотрим уже на то, что у нас сохранилось, мы видим, что на самом деле, даже сейчас, после рассмотрения нескольких тактов, у нас определились первые три символа. Один из них, правда, соответствует предыдущему состоянию, которого в этом сигнале нет. Посмотрите. Вот у нас два выживших пути, они заканчиваются в двух разных состояниях. Если мы их будем просматривать, то мы увидим, что они сливаются сразу же в один. И таким образом у нас уже определились три символа, о которых мы можем принять решение. Соответствуют они в нашей табличке вот чему. Раз, два. И вот здесь тот, который был до начала всего, который соответствует неправильному нашему первому отсчету, переходному процессу, ну вот здесь мы получаем максимально правдоподобный вариант того, что могло быть до туго при таком полученном на входе сигнале. То есть вот эти два символа, они уже определились, они уже не изменятся. Ну, каждый раз смотреть, где сливаются пути, это неудобно, потому что тогда на выходе символы будут поступать неравномерно. После какого-то такта у нас ничего не определилось, а после какого-то их определилось несколько. Это неудобно с практической точки зрения, поэтому обычно используется фиксированная задержка. Достаточно большая для того, чтобы все пути сливались в один, и мы могли начальный символ с какой-то фиксированной задержкой выдавать. Пара слов в заключение. Во-первых, помехоустойчивость для приведенного примера. Здесь показано целое семейство результатов, которые получаются для такого канала связи при разных способах приема. Нижний график красный. Это помехоустойчивость модуляции с данным видом, с FM2, без межсимольной интерференции. И синенькая кривая следующая. Это результаты приема сигнала с этим каналом связи с использованием алгоритма Витербе. Здесь виден небольшой проигрыш, где-то в районе одного децибела. Но на самом деле, если посмотреть еще более низкие вероятности ошибки, то эти кривые друг с другом сольются. Потому что теоретически показано, что предельная асимптотическая помехоустойчивость при высоком отношении сигнал-шум для двухэлементных характеристик канала связи, когда два отсчета, она независимо от ее вида не дает потерь. Но асимптотически, повторяю, при высоком отношении сигнал-шум. То есть нет самой плохой, самой хорошей. Они все стремятся к нулевым потерям с ростом отношения сигнал-шум и падением вероятности ошибки. Вот для трехэлементных там есть самый плохой канал. Проблемы с практической реализацией этого алгоритма заключаются в том, что число состояния решетки равно m в степени l-1. То есть мы имеем экспоненциальную зависимость от длины импульсной характеристики и степенную зависимость от размера символа, от числа точек созвездия. Как только что-то из этих значений становится сильно больше двух, число расстояний резко возрастает. Поэтому практически мы можем это реализовать в чистом виде только для небольших m и l. И на практике это с успехом реализуется. А вот если состояния оказывается слишком много, то можно использовать субоптимальные методы приема, основанные на использовании фильтров-эквалайзеров. Когда мы пытаемся в определенной степени компенсировать межсимволную интерференцию, пропустив сигнал через какой-то фильтр. Вот как рассчитываются эти фильтры, об этом отчасти поговорим на практических занятиях и на следующей лекции. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok